Сергей Михайлович, ну, есть в Челябинске школа, носящая имя Сергея Макарова. Вот здесь появилась школа. Готовы давать какие-то мастер-классы, приезжать и передавать свой богатейший опыт? Ну, в принципе, мы этим уже занимаемся последние, наверное, 5-6 лет. Поэтому мы всегда открыты. Вот даже сегодня нас пригласили приехать сюда. На открытии мы всегда открыты, всегда угощайтесь, мы всегда с удовольствием приедем. А то, что президент страны встал на коньки, это здорово для России? Здорово, конечно, что президент катается, но еще лучше, что мы увидели сегодня, это первые, наверное, ингушские ребята, этих 20 человек, это команда первая, которая войдет в историю, это, наверное, первые ингуши-хоккеисты в историю войдут. И хотелось бы, чтобы таких годков строилось больше, кто бы мог подумать еще несколько лет, много лет назад, что в Ингушетии придет хоккей. Говорят, что Ингушетия, республика Ингушетия, это республика башен и легенд. Вот сегодня мы видим, что одна из легенд уже воплотилась в Явь, и в эту республику пришел хоккей. Одна из легенд стала были. А сколько лет должно пройти, для того, чтобы стали мастера, первые мастера появились? Желание, ну, вы сами, это очень легко, это первая команда, значит, надо 10 дней минимум, когда они подрастут, когда они возмужают, тогда... Говорить сложно, а что? Мы будем следить, и, наверное, продолжаться. Конечно, обязательно, мы очень много открыли таких ковков, которые, казалось бы, не регион, не хоккейный, но, не поймите, уже вот прошла соседняя республика, вот, Владикавказ, вот команда, которая сегодня будет играть. Я там был три года назад, видно уже, как ребята выросли за два года, за три года, уже видно по ним, что они добавляют мастер-стей, поэтому будет желание, и работа, она всегда поможет. Спасибо, Михаилович.